Встретить бы ту девчонку и рассказать ей эту печальную историю, взять ее за руку и сказать «Пойдемте, я вам покажу ваше место в студенческой аудитории». Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня у нас 30 января 2019 года. И я сейчас нахожусь на каменистом пляже Малая Бухта. Вообще день сегодня хороший, теплый, 12 градусов, но вот сейчас уже, так скажем, времени где-то половина третьего, может к трем подходит. И, как видите, облачность, штормит море. Я здесь сижу, вокруг меня практически никого нету, но сейчас давайте посмотрим, что здесь нас окружает. А окружает нас вот такой вот скалистый берег. Здесь, вот видите, поставили заборчик, потому что это место опасное, могут упасть камни, сорваться. Вот, поэтому так огородили. И вообще, вот тут написано на территории... Так, ага, где-то здесь даже написано, что это опасная зона, но не здесь. Ладно. А навесы, теневые навесы, полуразобранные. Вот так они пережили зиму. Где-то даже... Вот, норовят вообще развалиться. Так, что здесь я еще увидел такого интересного? Ну, во-первых, вот это вот укрепление, смотрите, бетонная такая подпорка. Бетонная подпорка установлена. Я даже не знаю, когда ее сделали. Ну, для того, чтобы... Если камень упадет, чтобы он упал на этот козырек и... Ни на кого-нибудь из людей. А это вот тут... Дождей-то прошло много. И смотрите, как все сочится. Прямо... Видео... КАКЦЕР Продолжение следует... Те громады нависают над нами и из них сочится вода. Вот этот кадр можно даже сделать на заставку. Довольно так живописно все это выглядит. Струйки прямо непрерывные текут. Продолжение следует... Слава, ты что так снимаешься? Снимаю. Работаешь. Вы тут работаете, да? Нет. Отдыхаете? Да. Мы живем здесь. Ясно. Казак наш. Такое традиционное было приветствие Слава Кубани. Героям Слава. Ну, я не знаю. Есть, конечно, какие-то противники этого приветствия. Я вот в них ничего такого оскорбительного ни для кого не слышу. Ну, что такое Слава Кубани? То есть, вполне такой лозунг можно где-то даже прочитать на зданиях там, на баннерах придорожных. Почему бы нет? Ну, Слава Кубани, да Слава Кубани. Так же и ответ. Героям Слава. Если слова переставить, то будет Слава героям. Тоже ничего в этих словах такого страшного я не вижу. У Маяковского. Помните там же, как сикотворение начиналось? Слава, слава, слава героям. Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряни. Так что все это надумано, я думаю. Ну, вот так вот выглядит пляж Малая Бухта 30 января. Отсюда открывается вид на новую набережную. Вот он там белеет, видите, вверху. Ну и сейчас я пройду. Так, скользко достаточно здесь. Сейчас, если волна ударит, меня может тут обрызгать. Поэтому надо, я думаю, здесь быстрее проходить. Я вообще в школе любил Маяковского. И как-то говорили, что читать его очень трудно. Но мне очень нравились и стихи о советском паспорте, и товарищу Нетто. Я до сих пор помню. Я недаром вздрогнул незагробный вздор. В порт, горячий, как расплавленное лето, Разворачивался и входил товарищ Теодор Нетто. Это он. Я узнаю его в блюдечках очках спасательных кругов. Подойди сюда, тебе не мелко. От батума чай котлами покипел. Помнишь, Нетто, в бытность человеком Ты чай со мной пивал в гип-купе. Медлил ты, нахрапывали сони, Глаз кося в печати сургуча. Напролет болтал о Ромке Якобсони И смешно потел стихи уча. Засыпал к утру. Курок аж палец свел. Суньтесь, кому охота. Думал ли, что через год всего Встречусь я с тобою с пароходом. Ну вот, вообще, люблю стихи, друзья, И жду того момента, того настроения, того вдохновения, когда я буду для вас читать не стихи Маяковского, а свои собственные стихи. Вот. Пусть они не такие совершенные, не такие красивые, как стихи известных поэтов, но зато они написанные мной, и они про меня. и такого можно записать, когда я буду снять мелкий сург, И я иду сургой И я в этом месте нахожу. Я как-то, одно что, Однажды даже пытался подражать Маяковскому, когда писал стихотворение, которое называется «Пощечина». Я сейчас попробую его прочитать наизусть, хотя вот, знаете, я не люблю читать свои стихи наизусть, но все-таки немножечко сейчас вот такое лирическое, в какую-то лирическую волну я опять впал здесь на море. Я вам говорил, что море оно возбуждает, вот, поэтому прочитаю, попробую. Мы заполняем множество всяких анкет, и если спросит меня какая-нибудь придирчивая анкета, место вашей учебы, отвечу, университет, студент, заочник юридического факультета. Отвечу на этот вопрос простой, и пот на лбу выступит, как роса на плитах каменных. До сих пор не забуду слезы девчонки той, провалившейся на вступительных экзаменах. Так, может быть, я эту часть вырежу, а может быть и нет, а сейчас буду вспоминать дальше. Не могу вспомнить. В общем, там дальше были такие строчки. Встретить бы ту девчонку и рассказать ей эту печальную историю, взять ее за руку и сказать «Пойдемте, я вам покажу ваше место в студенческой аудитории». Вот здесь бы вы сидели у окна, слушали бы логику и учились бы много еще чему. Посмотрела бы убийственным взглядом на меня она и отвесила бы мне по морде хлесткую пощечину. «Черт или ангел надо мной тогда кружил, кто понес меня в эту юриспруденцию?» Видимо, все-таки по праву я заслужил на такую вот с этой девушкой аудиенцию. Ну, вот такое стихотворение, но это вот такое подражание по стилю как раз Владимиру Владимировичу Маяковскому. Как-то лирическое настроение на меня нахлынуло еще вчера, и я стал петь песню. Ну, одна девушка, подписчица, вступила со мной в переписку в комментариях под одним из видео. И, ну, как-то, я не знаю почему, как я там повел разговор, но я сказал, «Слушайте, послушайте, пожалуйста, песню «Я люблю». Это Борис Полоскин, автор ее написал. Музыка, ну, там история этой песни очень такая интересная. Это вообще французский автор музыки и даже, по-моему, слов. Но Борис Полоскин, не зная французского языка, просто как-то прочувствовал эту песню и написал собственный вариант стихов. Потом эту песню пели Евгений Клячкин, в последнее время ее поет Игорь Демарин. Очень эту песню любит Стас Садальский. С этой песни начинали известные барды Татьяна и Сергея Никитины. Вот. И, ну, и меня эта песня зацепила. Вот. И я ее тоже пел. Я ссылку сделаю. Сейчас петь не буду, но я ее начал разучивать сейчас на гитаре. И обязательно ее как-нибудь вам исполню. Ну, на одной из прямых линий. Я давно хотел сделать линию, посвященную, ну, моему творчеству. Ну, друзья, вот канал, свой канал иметь, ну, просто здорово. Это вещаешь на весь мир. Любому человеку, вот, можно вот так вот включить YouTube и начать смотреть меня. А я буду с ним общаться. Ну, это здорово. Это вот, я не знаю, раньше, чтобы там где-то выступить на телевидении, столько надо, там, чтобы тебя увидели, там, сотни, тысячи, миллионы людей. А сейчас современные средства позволяют сделать это вот очень просто. Взял, включил, спел и записал. Соленый ветер, брызги мне, вот, чуть ли не в лицо. Бросает. Ну, брось еще, брось. 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 Я, когда был молодой, зеленый, и даже еще и не был на море, никогда не видел его, этого моря. Я в 88-м году первый раз увидел море, Черное море. Я до этого в школе, а, ну, в школе я не видел, я ездил хотя во Владивосток, но как-то вот я, у меня не было такой, не запечатлелось встречи с морем. Вот, поэтому первая моя такая осознанная, настоящая встреча с морем была в 88-м году. Это был Геленджик, Тонкий мыс. А вообще, конечно, морем я грезил давно, в своих стихах. И у меня было вот такое стихотворение. Вот еще один велосипедист приехал, который смотрит. Но на велосипеде, конечно, не проедешь, надо его так на себе тащить. Вот, так вот. Есть у меня такое стихотворение, я его тоже включу в сборник. Так, свой, кстати, я же делаю сборник стихов, сейчас над ним работаю, так, периодически. И в этом году, я думаю, он увидит свет, и вы все тоже можете стать его обладателем. Это так же просто, как вот снять ролик на Ютюбе. Итак, я писал стихи, и вот стихотворение у меня одно называется «Письмо незнакомки». Причем, это было вот не просто какой-то вымысел, там, какой-то я от лица какого-то лирического героя. Нет, это я сам писал письмо девушке. Вот, писал его в стихах. И она действительно была... Она меня не знала. И вот она получает такое стихотворение в конвертике. Открывает конвертик от незнакомого, тоже посланника. Правильно, да, слово я подобрал? Вот. Открывает его. И вот мои размышления. В руках вы держите конверт. Кем послан он? И чьей рукой так мелко испещрен листок? Какой неведомой судьбой вам на журнальный столик лёг? Кто за словами? Вот секрет. Вы не поверите. Поэт. Вот так вошёл в обитель вашу, Стихи бросая, как цветы. Позвольте, я представлюсь. Саша. Я просто Саша. Из четы. Опять переклинило. Опять забыл. Ну, ладно, досочиню. Что вы предпримете? Не знаю. Как будете со мной решать? Ведь жизнь у нас пошла другая. Поэт не стоит ни гроша. Ну, а богатая душа? Вы знаете, чем пахнет море? А запах листьев в сентябре известен вам? А на горе стояли вы, дыша простором, купаясь в ветре? Мило? Что ж, я на поэтов всех похож. Ну, всё, в общем-то. Ну, это не полное стихотворение, но ладно, хоть так. В общем-то, это не какой-то там концерт. Это просто я... Взбрело в голову. Да я вот и читаю стихи. А вообще-то... А почитайте вам Высоцкого. Вот 25 января был очередной день рождения Высоцкого. Я пытался смотреть передачу «Своя колея», но почему-то она в этом году нового выпуска не была. Вот. Почему здесь я вот это стихотворение... А вот потому что плиты, и там будут слова такие, и вы сразу поймёте, чем это стихотворение навеяно. Хотя оно грустное. Так, сейчас подождите, вспомню. Главное первую строчку вспомнить. Пока посмотрите на море. А стихотворение называется «Памятник». Я при жизни был рослым и стройным. Не боялся ни слова, ни пули. И в привычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаюсь покойным, Охромили меня и согнули. К пьедесталу прибив ахиллес, Не стряхнуть мне гранитного мяса И не вытащить из постамента Ахиллесову эту пяту И железные ребра каркаса Мёртво схвачены слоем цемента Только судороги по хребту. Я при жизни был рослым и стройным Нати смерти. Я не знал, что подвергнусь суженью После смерти. Но в привычные рамки Я всажен, наспор вбили, А косую неровную сажень Распрямили из меня. Когда взял я да умер, Живо маску посмертную Сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, Только с гипса Вчистую стесали Азиатские скулы Мои. Мне такое не мнилось, Не снилось. И считал я, что мне не грозило Оказаться всех мёртвых, Мертвей. Но поверхность наследки Лоснилась и могильную скукой Сквозила из беззубой Улыбки моей. Я стоял В покрывало упрятан, Все там будем. Я орал в то же время Костратом, в уши людям Саван сдёрнули. Как я обужен Нати смерти. Неужели такой я вам нужен После смерти? Командора, шаги, Злы игулки. Я решил, как во времени Оном, не пройтись ли По плитам скользя. И шарахнулись толпы В проулки, Когда вырвал я ногу Со стоном И осыпались камни С меня. Накренился я, Гол безобразен, Но и падая, Вылез из кожи, Дотянулся железной Клюкой. А когда уже Грохнулся на земь Из разорванных Рупоров, Всё же Прохрепел я, Похоже, Живой. И паденья меня Не согнуло И не сломало. И торчат мои острые Скулы Из металла. Не умел я, Как было угодно, Шито, крыто. Я напротив Ушёл Всенародно Из гранита. Ну вот такое стихотворение. Одну только строчку Я переврал. Вот. У меня какая-то такая Манера, Я замечаю сейчас. Я на ходу Придумываю строчки. Вот. Вставляю их. Вот. Ну ладно. Я ведь тоже Не готовился. Не специально Там ничего не читал. Вот. Но, по крайней мере, Вот. Рассказал вам Такое стихотворение. Может быть, Среди вас Тоже есть Поклонники Творчества Высоцкого. И вы Тоже Получили, Ну, Какое-то Может быть, Удовольствие, Слушая Его. А вот кто-то Монетку Друзья, Смотрите, Бросил И не добросил. Десять копеек. Вот. Ржавенькая Такая. А может быть, Вынесла морем. Вот. Ну, давайте Бросим ее Тоже. Чтоб Человек Вернулся, Который Ее потерял На море. Который 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 а вот наскальные надписи тут были топовые люди топ набережные челны топ nike пловцы лучшие пловцы вот видите вот привет в набережные челны лучшим пловцам давайте еще раз посмотрим здесь вот на кругу и так я нахожусь на пляже малая бухта это каменистый пляж ну галечный можно его называть но я как-то сейчас в свете правды которые я несу я буду называть все своими именами ну может быть конечно и галечный где-то там вот а вообще это конечно камни какая-то галька да это просто камни камни большие валуны вот мусора тут полно конечно тоже но я думаю еще будет тут субботники уборка все будет будет лето еще конечно интересно жить в анапе потому что это два города разных города зимой это такой спокойный тихий город и летом вдруг он наводняется массами людей причем люди это такие не просто люди это люди именно приехавшие отдохнуть получить какое-то удовольствие здоровье эмоции впечатления вот поэтому на улицах улыбки на улицах постоянно какой-то смех ну конечно не только смех часто слышится когда дети плачут купить того сего просто устают мамы на них там ругаются мужчин они там тоже пилят потому что мужчина хочет постоянно куда-то улицнуть где-то пиво высосать лишний баллончик ну в общем вот как-то все и все это вот составляет вот эту летнюю анапу бабушки дедушки бабушки с внуками внуки там с бабушками подростки какие-то со своими родителями тоже которые хотят как-то оторваться где-то там ну в прямом смысле вот просто отделиться от родителей куда-то там где-то самостоятельно побыть что-то посмотреть но родители их при себе держат бояться город большой много всяких там как говорится приезжих гастролеров и в глазах этих вот подростков девочек мальчиков такая тоска знаете вот все таки если бы это был какой-то лагерь там спортивный там вот оздоровительные конечно там когда все сверстники собираются они конечно там отрываются по полной у нас кстати есть вот смена до центр в суку есть жемчужина россии вот поэтому но это вот такие наблюдения есть конечно такие тоскливые глаза в городе вот и конечно здорово когда я сам вижу этих вот людей которые приехали в анапу на все смотрят чего там жуют на ходу потому что порою там вообще она превращается в жующую пьющую вот постоянно люди с булочками с этими у каждого ларька шаурма кто-то жует где-то тут летние кафе сидят жуют и все это непрерывно 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 но в общем вот так конечно и на пляже конечно здорово на пляже когда приезжаешь утром вот я люблю рано приезжать часов допустим там 67 вот когда еще мало народу особенно куда-то так далеко в кристалл вот и начинают подтягиваться люди там женщины такие как говорится со всей россии приезжают позагорать получить порцию солнца ох ты про женщин сказала меня я обдала каплями ну вот ну вообще конечно здорово летом и чувствуется уже скоро вот февраль скоро наступает друзья я кстати 1 февраля еду в севастополь еду в севастополь ну там севастополе говорят очень плохая связь поэтому наверное прямых эфиров точно не будет вот но за ролики конечно какие-то буду снимать потому что я вообще еду туда как раз в качестве фото корреспондента ну и конечно и как воспитателя потому что мы везем детей севастополь отличников учебы казачьих классов у нас едет такая небольшая группа офицеров и конечно мы все превращаемся и учителей кстати и все превращаемся вот в людей которые ответственны за этих детей и поэтому у меня будет две миссии это вот первых следить за поведением детей чтобы они там не потерялись вот ну и второе конечно сделает такой репортаж о пребывании в этом прекрасном городе герои я кстати в него в него уже поеду второй раз где они там КОНЕЦ Конечно, здорово, когда вот так вот можно спокойно говорить, не напрягаясь, что услышит меня камера, не услышит, потому что используется звукозаписывающая аппаратура. Да, вот брызгает, я, возможно, даже сейчас мою камеру захлестнет, надо камеру спасать. Вот Казак возвращается наш, там вот идет, ну это мой, собственно, велосипед, на котором я сюда приехал. Ну и, я думаю, хороший был репортаж сегодня, не будем его затягивать, я думаю, послушали и стихи, и какие-то мои опять рассказы. Поэтому, друзья, всего вам доброго, до свидания. Кто не подписан на мой канал, ставьте лайки. Смотрите мои другие видео, которые сейчас вот здесь вот всплывут. Памс, памс. И всего хорошего, до следующих встреч в Анапе.